Кейс обезьяны с гранатой. 21 января 2019 года, 22-36. Игорь Мальцев родился в 1958 году. Журналист и писатель, постоянный и автор. А.Т. на русском, бывший главный редактор журналов «Медведь» и другой, автор нескольких книг, в том числе «История вкуса» и «Сина». Есть такое народное выражение обезьяна с гранатой. И вот в чем дело, все чаще оно удивительно актуально в международной, а вовсе не в повседневной жизни и не на автодорогах. Достаточно посмотреть информационную ленту, все, что касается Европы и военных, и вы ужаснитесь разящей точности инородного выражения. Вот испанские военные летчики из контингента НАТО произвели случайный пуск ракеты над территорией Эстонии. Также по теме. Клинцевич назвал провокатором журналиста из Эстонии после призыва к сдерживанию России член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Франц Клинцевич прокомментировал высказывания эстонского журналиста Вахура. Местный премьер не нашел ничего лучше, как велеть своему населению не искать ракету. Тут же расшаркавшись перед могучим НАТО, миссия НАТО по охране воздушного пространства является очень важной для обеспечения безопасности Эстонии. А, ну да, ну да, тут уже давно ждут то ли русских танков, то ли русских ракет, то ли русских татаро-монгольских конников, а прилетает почему-то испанская ракета. Парадокс? Да нет. Чем больше вооружений в стране, тем больше вероятность всяческих несанкционированных запусков, случайных выстрелов, нежданных взрывов. Мы понимаем, что виновата, конечно, Россия, потому что вдруг из-под тяжко стремительно приблизилась к границам НАТО, вероломно и, может быть, даже в 4 утра. Или, например, потрясающая новость о том, как гендерно выверенная команда штурманов девушек фрегата Хильгингстадт под супервайзингом американского инструктора в ясную погоду въехала в танкер Соло. Причина. В зоне несчастного случая наблюдалось неожиданно плотное движение судов. Да вы шум. А, по-моему, аптекарский чистый кейс обезьяны с гранатой. Причем понятно, что гендер штурманов тут ни при чем. Равно как ни при чем и злокозненные россияне, которые одолели систему GPS в отдельно взятой акватории страны НАТО. А ведь первое, что начали делать натовские военные, кивать в сторону русских. Кстати, не про канала. Разбор полетов показал удивительный непрофессионализм судоводителей. Или судоводителок, кому как. Просто еще раз поговорим о том, что, когда военной техники становится больше, чем нужно, в тех местах, где ее отродясь не было, резко повышается шанс на очень серьезную ошибку с далеко идущими последствиями. Или как вам такое, самолет-разведчик ВВС США, пролетавший недалеко от Калининграда, был вынужден уйти в воздушное пространство Швеции из-за приближения российских истребителей. Маневр был совершен без предварительного уведомления шведских властей. А что, правда русские виноваты в том, что американский разведчик болтается около Калининграда? А недалековато ли от Вашингтона, уважаемые? А вот эти удивительные телодвижения НАТО в сторону Балтийских стран? Это же как раз оно и есть. Напичкивание региона военной техникой и контингентом. О подготовке и профессиональных качествах мы уже наслышаны. Спасибо. И дело даже не в пьяном норвежце на кнопке. Дело совершенно в ином. Весь этот военный парад опасен совсем с другой стороны. Он дарит новым европейским демократиям советского разлива опасную иллюзию. Слабеньким на голову дают возможность пофантазировать о великой мести русским поработителям. А деятелей, которые потеряли связь с реальностью, сейчас полна не только в самой Европе, но и на ее бедных экранах. При звуке бравурного марша остатки здравого смысла окончательно покидают их утлые мозги. Последний яркий пример. Эстонский журналист Вахур Кайриц призвал разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, а также закупить военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту. Я, конечно, понимаю, что социальные сети расслабили авторов и они уже окончательно перестали следить за речью. Но все-таки, а как юный журналист представляет себе процесс создания помех торговому флоту России? Это что-то вроде Сомали. Конечно, у некоторых до сих пор какие-то колониальные комплексы, но не надо же во все услышание о них заявлять. Вы не на кушетке у психотерапевта. Ну и текстик про ракеты до Петербурга тоже радует. То, что у придурка на языке, видимо, у местных политиков на уме. Но это значит, просто такие политики. Переводить свою страну из разряда бывшей Советской Европы с кофе и булочками в разряд мишени для ответного удара – это надо быть не просто провокатором. Надо быть безумцем. И это уже означает переход от простых сеансов у психотерапевта к жесткому лечению нейролептиками у психиатров в стационаре. И тут мы понимаем, что выражение обезьяна с гранатой заиграло новыми яркими психоделическими красками. Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке. Надо еще рассмотреть, может ли он выполнять свои функциональные обязанности, пояснил депутат Госдумы Красов. По словам депутата, нет ничего удивительного, что ряд стран демонстрируют маниакальные идеи о размещении вооружения. Тут трудно не согласиться. А все почему? Потому что НАТО своими действиями и своей риторикой как раз подбрасывает дровишек в печку горящего разума малых стран, которые все никак не могут успокоиться и заняться самостоятельным строительством развитого и состоятельного общества. Никак не получается. У меня есть совет. Поменьше смотрите сериалов типа «Оккупация», а то может получиться как с бывшим министром обороны США Форестолу, который выбросился из окна с криком. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.